Поверхностное натяжение Представьте, что вы в космосе И вы Протяжения Земли нету И вы выпустили Воду Она летает такими пузырьками Все видели? Наверное, все картинки из космоса видели Посмотрите, она летает такими шарообразными пузырьками Вопрос Почему она не летает Вот такой странной каплей Почему она не разлетается На странную каплю, а держится в шаре Чтобы объяснить это, нужно поговорить О поверхностном натяжении жидкости Давайте Посмотрим, что происходит Внутри Представьте, что у нас капля в космосе Стала квадратной Вот у нас квадратная капля Кубическая капля Давайте посмотрим На молекулы, которые есть внутри нее Вот есть молекула где-то в середине Она чувствует притяжение Со всех сторон Сверху, справа, снизу, слева Тут Во все стороны Я не могу 3D нарисовать Но главное, вы понимаете, во все стороны Поэтому средняя сила, куда ее будет тянуть Это никуда Она будет чувствовать, что ей хочется стоять на месте А теперь представьте себе Капля, которая находится у поверхности У края капли Точнее, потому что в космосе там нет Верха, низа Вот у края капли На самом-самом-самом краю Смотрите, вниз ее будут Молекулы притягивать остальные Вправо еще будут, влево будут Вот здесь по диагонали будут притягивать А вверх Вот сюда Ничего ее притягивать не будет Потому что здесь нет молекул воды Которые могли бы ее притягивать А молекулы пара, они очень далеко И там притяжение слабое Как мы говорили в газах И соответственно Средняя сила Которую молекула будет испытывать Будет примерно двигаться Вот в этом направлении Да, вправо-влево они уничтожают друг друга А вот в этом направлении Будет примерно средняя сила Да, поэтому Молекулы с края Будут всегда пытаться Влезть внутрь Давайте даже посмотрим И еще на одну молекулу Которая находится Вот здесь вот в углу Вот тут в углу Смотрите Ее будут притягивать Молекулы справа Снизу По диагонали Но даже вот со всех остальных сторон Вот отсюда не будет Отсюда не будет Отсюда не будет Очень много чего не будет Поэтому она будет испытывать Еще большую силу Которая притягивает ее В центр капли Да И вот Примерно по этой причине Все неровности капли Все острые углы Все вот Такие вот Такие штуки Они пытаются Сгладиться в капли Да, то есть Получается Поверхностный слой Жидкости Вот Весь поверхностный слой Жидкости Который я синим обозначил Он будет Производить Дополнительное давление Да, вот как бы Все капли Которые находятся на поверхности Будут хотеть Залезть в середину И за счет этого Молекулы Ну, за счет этого Капля Будет принимать Такую вот Сферическую форму Да, то есть Капля будет пытаться Уменьшить Площадь поверхности Потому что Если у нее Если у нее Есть лишняя площадь поверхности Вот, например Здесь кусок Тогда Молекулы могут Зайти внутрь И, соответственно Их Будут меньше тянуть Из середины Чем их тянут С края Еще другой способ Как об этом думать Это думать Про потенциальную Кинетическую энергию Точнее, только про потенциальную Когда капля Находится На краю Вот здесь где-нибудь В ней Есть дополнительная Потенциальная энергия Да, то есть Она Чтобы Вдвинуться внутрь Ей нужно совершить работу И Точнее Она будет На нее действует Сила И, соответственно У нее есть Потенциальная энергия Когда она находится Дополнительная Потенциальная энергия Когда она находится На поверхности Такой есть закон Что Любая система Пытается Минимизировать Свою потенциальную энергию Поэтому Наша система Будет пытаться Минимизировать Свою площадь Поверхности Чтобы уменьшить Потенциальную энергию Кстати Попробуйте Сами посмотреть И понять Почему Для данного объема Минимальная площадь Поверхности Это круг Или шар А не скажем Квадрат Или там Треугольник Или что-то еще В случае Для данной площади Круг Это наименьшая Окружность Наименьшая Длина А не квадрат Ну и потом В трехмерном Сами перевести Да Но главная идея Это что Все молекулы Пытаются двигаться В центр За счет этого Они уменьшают Площадь Поверхности Дальше Дальше Дальше